СДЕЛАНО В ВЯТКЕ Вот потому-то у меня армейское приветствие. Я уже вошел в роль. Событие действительно апохальное. Такое, может быть, раз в жизни доведется поучаствовать. И поэтому мне даже и полагается, потому что будет реконструкция боя 125-й стрелковой дивизии, бой 1944 года, а дивизия формировалась в Ирове. Вот, видимо, поэтому и приехали они на вятку с этим боем. Но самое интересное, что мой дед, майор Питунин Василий Петрович, с 1936 по 1940 год был начальником штаба 125-й стрелковой дивизии. Этой самой дивизии. Этой дивизии, да. В Ирове он был. Была у него квартира напротив стадиона «Динамо», а сама дивизия располагалась в доме, где облывает мат. Ну, дед погиб 20 октября 1941 года в Демянском атле. Я вот эту всю историю, в принципе, буквально по часам я восстановил. Есть книги, есть документы, у меня есть все вплоть до свидетельства о смерти. И записка следующего начальника штаба, который уже объяснялся за задержку у мента, что штаб не представил. Ну, тогда уже не дивизия была, а 198-й стрелковый пол. Но, видимо, когда все отступали, вот части на ходу формировались, переформировались. Вот дед рядовым в цепи наступал по осеннему полю, и, конечно, там уже шансов было очень мало. Ты-то сам будешь в этой реконструкции, и кем? Ты кто будешь? Нет, нет, это тайна, порытое мраком. Никому не скажешь, да? Боишься, что узнают. Да, участвуют и сотрудники ИВИАДГУ, а я тоже не скажу, кто и им. Вот приезжайте, открытие будет в 10 утра 23-го на летном поле аэродрома. Ну, сама эта реконструкция в час начнется, да? Ну, там будут ретро-танцы, ретро-фото-ателье. Жень, мы всю программу сейчас очень подробно рассказали, так что это все неспрос. Сам факт того, что ты в этом участвуешь. Ну, вот я с ужасом думаю, что если будет жара, то во всей этой шерстяной униформе, со всей этой упряжью, и подвились, залезу и буду в тени подвились. Ну, с другой стороны, опять же, вспомни, кто знает, какая была погода в тот день в Эстонии, да? Вот, может быть, тоже было не особо. В 1944 году. В 1944 году. Можно, кстати, тоже восстановить. Ну, в августе тоже было жарко, судя по книге Богомолова. Ну, да. Ну, что? Немножко оставим эту тему, вернемся. Из июня 1944-го поедем в июнь 1974-го, перенесемся. 1974-й год уже подзабытый такой год. Ну, да ладно. Вот, между прочим, вот я подумал, когда перед эфиром, что 1974-й год, это, в принципе, первый год, который я более-менее подробно помню из своей жизни. Да, вот не какими-то отдельными урочками, а вот именно что было там весной, что было летом, что было осенью. Я вот это дело помню. Мне хороший год еще такое. Лето было, кстати, прекрасное совершенно. Даже не застойное такое. Советское благодеянствие там с огромного плаката на Париревозальной площади нам улыбался и сиял нарисованными на груди орденами. Лично генеральный секретарь ПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Сколько у него орденов было? Пять. Нет, пять-то позже у него стало уже. Тогда, наверное, все-таки три или четыре. Сверху, а потом уже прикалывались где-то и писали, что за вот эта тяга орденам, она уже превратилась в предмет на смеша. И даже писали, что за отличную учебу и дисциплину первоклассник Петров награждается второй октябряцкой звездочкой. Была такая шутка. Или носили самые продвинутые октябрята, носили эти две звездочки снизу и три сверху октябряцкой. В школе это преследовалось. Но, тем не менее. Ну, такое-то, кстати, не злой довольно-таки юмор. Знаете, вот уже началась вот еще с 72-й, 3-й, это вот как бы вот то, что позже назвали словом совок, он еще не проникал во все сферы. А 74-й, это уже чувствовалось проникновение вот этого в плохом смысле совка во все сферы. Ну, эмсомол брали. Лучших, лучших, достойных там. Я хочу быть в первых рядах строителей иммунизма, т.д. А 74-му году вот это пошла палочно-галочная система. Надо было, что в том году мы приняли эмсомол в школе, по школе столь этого, там больше, в этом больше. А 74-му году, по-моему, тотально уже начали. Меня в 73-м принимали, меня сначала отклонили по формальной причине, я родился в мае, а принимали в апреле, по-моему. А потом осенью приняли, хотя были замечания, условно говоря, ко мне, да, по поведению, по прочим делам. По-моему, в 74-м году принимали уже оптом всех. Да, там у нас были единицы, которые уже либо, ну, я не скажу, что по идейным, им-то своим соображениям они не хотели, а так все. То есть первых самых там достойных приняли, а потом все, все для галочи и загоняли. Вот это в пионеры, это я уже не говорю, там все. В любом случае, я тебе точно скажу, что когда у тебя перешел из моего класса в девятый, не комсомольцев в классе не было. Все были охвачены абсолютно. И троечники, и троечники. Взять другие сферы, взять музыку, вот если 73-й, даже это чисто лири, вот те же ворально-инструментальные ансамбли, там, в общем-то, не о чем. А с 74-го уже, во-первых, всем ввели дудки, духовую секцию. А во-вторых, вот это полезло уже, особенно после одного события, которым чуть позже, 74-го, полезла идеология, там, и войне, там... Обязательно стало, обязательно в программе должны быть песни о войне, да-да-да, песни о комсомоле, песни о строительстве коммунизма. Это обошло просто в обязательный репертуар, да, это было. Тем не менее, вот мы еще это не чувствовали, думали, ну да ладно, ну да, пройдем. Нет, ну обычно как, выходят те же, условно говоря, самоцветы, какой-то концерт показывают, ясно, что первые три песни будут такими-то, а потом они что-нибудь споют. А там везде вот не было такого, а там в каждой пластине уже там, я не говорю о хороших песнях, типа у деревни Рюкова, вот полезла вся вот эта однодневная... Ну просто было нужно, понимаешь, от них требовалось, вот там на ходу на коленке сочиняли и вперед шло. Вот, но тем не менее, по городу был чистый город, хороший асфальт, были по улицам ред, и это с шашечками еще более ред, и жигули, там, и москвичи частные по улицам гуляли, еще совсем волосатые молодые люди. В Клешах джинсовый бум не начался, Леш, 74-го года, от бедра, то есть наконец-то ушла мода с высоким поясом, с горизонтальными карманами, в которые хулиганы вот так вот любили. Задом стене, там это папирос север по 14, а там уже Леша от бедра и на талии, да, там, на бедрах. На бедрах, брюшки на бедрах. Неудобные были, вот, я не носил. Они немножко такого женского кроя, мне не очень нравились они тоже, да. И вот это было в виде опыта ботина на платформе, и хит сезона, это желтое или красное махровое носки. То есть вот идет, вот, по сегодняшней погоде идет чел, у него приталенная рубашка, длинные волосы. И рубашки еще, и рубашки еще зачастую в петухах такие были, знаешь, по-моему, китайцы или, не помню, линдийцы делали. Если прохладно, одеть махровую такую маечку, спереди она из разных полос, бабушке вязали вот эти махеровые, махеровые. А та рубаха, и у рубахи манжеты на один оборот зарнуты, вот, небрежно вот идет, эти штаны. Видите, огромные такие, вот здесь воротник такой был, да. А где уж их одели, вот, а то сейчас помнят, сапоги чул и на платформе, то есть это ботина сверху, противная, скрипящая, искусственная кожа, скорее всего, под кожу родила. Вот ты одел ботина, а потом на ногу так. Это чулок натягиваешь, это вот тоже хит сезона. Ну и вот платформы, клеши, те же пик танцев в Халтуре, наверное, вот самый взлетный год, потом уже в упадок стало приходить. Лучшая группа города, то есть в инструментальной ансамбле, это «Синяя птица» была, многие еще помнят. Вот, хотя разные играли, вот, и проезд на автобусе по-прежнему 5 ЭПИ, на троллейбусе 4 ЭПИ. Ну вот мне часто вот пишут в отзывах и все, что я субъективно воспринимаю. Конечно субъективно, взять войну, генерал по-своему ее видит, рядовой опи по-своему, майор в госпитале по-своему. Вот, да, я с позиции вот нормального городского парня из того времени. Ну, собственно, мы в это время жили, Женя, мы как это помним, так и помним, да, была бы другая картинка. У меня другая. Будьте партийным работником, была бы другая картинка. Жил бы я в селе Немо и был бы за фермой, у меня был бы другой взгляд, поэтому вот у нас наблюдение городского жителя, который сам прошел через все это вот в такую-то эпоху. Ну, вот, ну, самое главное событие города, вот даже не знаю, с чего начнем, с местного или с местного, конечно, это 600-летие города. 600-летие города Кирова, да. Это было 600-летие города Ирова, все это было вроде бы недавно, хотя нынче прошло аж сколько? 645? Да, 45 лет. 45 лет прошло с того события. Это было впервые, хотя самое интересное, что в 57-м году город отметил как бы 500-летие. Ну, это не только город Киров, этим отличался, некоторые гораздо сильнее скакались по историю. А потом почему-то вдруг заявили, что в связи со вновь открывшимися документами. Ну, наша родная Казань, помнишь, 800 лет праздновала, а потом буквально сразу тысяча, да? И сразу, да, нам пожаловали лишних 100 лет, хотя на самом деле это тоже довольно условная дата. Ну, никто же не против. Сейчас уже масса, я не буду вдаваться, что ушку и не могли город построить, ни тем они занимались, ни тем. Но, тем не менее, это было событие. Впервые, я помню, стали ходить поливальные машины, и на них была надпись «600 лет городу», специальный логотип. Этому юбилею даже у нас был выпущен ограниченный тираж, скажем так, водки и пиво местного. Вот была эта «Э». У меня есть, кстати, в лесе «600 лет Ирову», зелено-красная «Лей-Э». Вот, сохранилась одна, видимо, родитель приобрел. И пиво тоже было юбилейное. На самом деле, чем народ радовали? Конечно, времена-то и неизобильные были, но и не нищие раньше. Но была масса всего. Вот, я помню, сохранилась бездна сувениров, вот, начиная от значков, вот этот, ну, герб только вышел, где вот там что-то бел, реторта, шина, с точки зрения Геральди, это ни о чем, а вот такой советский герб был, вот эти, сувениры, видя вся их рандашниц, этих там робочек и прочего. И потом масса была такой местной литературы, то есть была робочка, в ней масса брошюр «600 летию», вот тоже есть там. — Комплект открыток, я помню, выпускали тоже, да, да, вот что-то там. — Фотографии не сохранились. — Да и просто дефицит какой-то выбрасывали, вот те же джинсы, Милтонс, там, где-то, в общем, народ радовали, все ждали. Но само празднование, ну, прошло, вот, ну, не было еще представлений, это вот шоу делать. Шоу было, вот, когда стойон взорвался, трудовой резервы 68-го, это вот одно и то же гоняли, что там кто-то немцы, кто-то советские, немцы наступают, потом советские погнали. Вот это у нас, по-моему, до 2000-го года на «Динамо» еще, а другие не умели, вот просто не знали. Поэтому я с отцом ходил вот куда-то в филармонию, и самое главное событие было на стадионе «Динамо». Пошел я туда только из-за того, что вот там выступал вокально-инструментальный ансамбль «Мари» был, приезжал. То есть не нашли у нас ни веселых ребят, ни поющих гитар, ни даже самоцветов, не говорю уже о песнярах и прочих, а город нашел из захудалой какой-то там филармонии, из соседней области, ну, может, и не захудалая, но «Виа Мария», которых вообще в упор никто не слышал. Поначалу плясали там дев и ошни эти, и это самодеятельность профтехобразных, ну, стандартный набор. Стандартный концерт, да. А второе отделение вот это «Виа Мария». А почему было круто? Потому что мы уже представляли на Западе, там «Роллинг Стоунс» или кто-то собирает стадионы, и народ вот их воспринимает там тысячи и тысячи людей, а это выглядит живьем, не филармонии, посмотрите на стадионы. И вышли такие ребята умеренно волосатые в клешах. Было очень хреновый звук, было не гром, было плохо слышно. Они стояли истуканы, вот действительно половина была у них советские песни или псевдомрис, и половину что-то они исполнили. Но народ, в отличие, конечно, от виденных нам фотографий, фильмов не было, сидел смирно, открыл форты, что-то слушали, ну, не могли не растанцеваться, ничего. Ну, в общем, как-то вот других мероприятий я не помню, были хотя там и спортивные, и чего-то еще там. Ну, вот, в общем-то, два события, это что, дефицит выбрасывали, и вот что-то вот на стадионе было, ну, и на других площадках. Но самое интересное, что вот там, где сейчас у нас Федоровская церковь деревянная, по-моему, она, вот я еду, и в створе улицы Розеза и Люсимбург, она ревилась куда-то, она не падает случайно? Вот обратите внимание, как в Пизанской башне. А на этом месте вдруг вот решили, что ушкуйни, они не бандиты и не пираты, они хорошие основатели нашего города, и решили заложить памятник. Но, видимо, денег не нашли, и объявили, что вот оно тут-то. Ну, проект-то памятник был опубликован, он есть, вот как бы как-то не должно было быть, да. Проект-то был, могучие, бородатые мужики с луком там что-то стоят и смотрят, а вот Ленин возле шалаша там с грудью холодильни, зил вот такие вот утрированные. Кстати, много всего обещали, обещали и стадионы там, спорткомплексы на месте, Вересников там, облагородить эту всю зону от деревянного моста на пляж до этого, вот, которая внизу у Вятки. Так самое интересное, что обещали еще и мостовой переход по улице Попова, который сейчас строят. Переход обещали, троллейбус на вяз, опустить и т.д. и т.п. Да, вот это все, о чем сейчас говорим, все это обещалось еще в те годы, да, это я читал тоже. Вот, даже не нашли денег на памятник, это когда-нибудь там, одно время были-то и просто арматурины торчали, ржавые, железные, их потом спилили, потому что они вообще позорили там все это, якобы арматуру бетоном должны были облепить. Но самое прикольное, что вот там, где должны были сделать памятник, в год 74-й, юбилейный, заложили капсулу потомкам, вот, в нее положили бюсты Ленина и Ирова, продукцию ировских заводов, то есть меха, шины, даже реторту с химией, с дрожжами, что ли, не знаю, гармошку положили, уклу положили, вот, и все это туда торжественно закопали. Захоронили, скажем так. Должны вскрыть в 2074 году, через 100 лет, вот, по разным сведениям, то ли ее украли, эту капсулу, то ли все это, и она под церковью нынче находится, или где-то там, и вот вскроют, не знаю, вспомнят ли. Я напоминаю всем причастным, что в 74-м году не так уж много времени осталось вскрывать, будут 50 лет. Ну, Евгений, боюсь, что мы с собой уже при этом присутствовать не сможем, да, по физическим причинам. Но, тем не менее, но самое забавное, что параллельно с официальной капсулой, там была заложена неофициальная капсула. По правилам тех времен, яму опали лучшие из лучших рабочих, выбрали самых там передовых, ну, амунистов, амунистов, не знаю, но не пьющих, СМУ-6. То есть, вот эту историю мне рассказал бывший мэр города Анжели Михайлович Михеев. Вот, и опали рабочие эту яму, и решили они свою абсулу заложить. То есть, сбегали, упили бутылку портвейна, ну, или вермута, это сейчас не установить, ее выпили, там на всех, на троих-четверых, сколько их там было, и туда заложили свое послание. То есть, что живем на самом деле мы хреново, ничего. Ну, посмотрели бы на сегодняшний день, вот, но что-то написали, что все плохо, продукты дорогие, жертвы мало, и вообще что-то там как-то все не так. Но коммунизм далеко. Далеко, и, да, и вряд ли будет в 80-м году, и зарыли его. И все было бы ничего, но бдительный ГБшник, видимо, участвовал там, он перед заклад официальной авсулы, перед приездом делегации, он спрыгнул в эту яму, в траншею, и, видимо, нарыл то ли доныш, а бутыл, и то ли горлыш, а увидел, и изъяли эту бутылку, прочитали, был огромный скандал. Вот, едва этот самый не слетел с должности начальника строителя монтажного управления, номер 6. Вот, жаль, что второе послание все-таки было истреблено, и бутылку... Ну, оно вряд ли истреблено, но, скорее всего, было в архивы погружено. Может, ФСБ, надо посмотреть. Вот так вот отмечали мы... Ну, это сама такая праздничная программа. Вот умер день города, вот он еще при мэрии Исселеве у нас, он звучал, день города, день Ирова, летали эти самолеты с Адрильей там, что-то... А сейчас он слился, он стал бледной тенью вот этого дня России. То есть, нынче... Да, Россия, это очень не очень такой понятный праздник, да. Ну, на мэрии там повесили, с днем рождения любимый город, а день России все, редкие возголосы поджит и фейервер, и житкие возголосы, и Россия, Россия, все, а город, что день рождения, нет, объяви сейчас хоть городу 800 лет, а то массы и не заметят. Жаль, что праздник города стал им-то хвостем вот этого дня. Да, это не только масса, это и целое экономия. Да, это просто из-за того, что объединили... Нет, почему? Многие же города празднуют отдельно от других праздников, просто вот свой день города и все. Та же Москва, извини, 7 сентября в этом году будет гулять. Хорошая была, вот интересно было, в принципе, на все посмотрели. Ну, вот, а второе событие 74-го года, оно, конечно, более эпохальное, оно в масштабах всей страны, оно перевернуло судьбы многих, вот и в том числе и ровчан. Вдруг внезапно, аварно, значит, без предупреждения, лично Леонид Ильич Брежнев объявил ударную комсомольскую стройку. Под названием БАМ? Байкала, Амурс, Магистраль, комсомольцы на БАМ. Там до этого что-то лупались, аварялись, пытались восстанавливать... Я даже себе дату скажу, это случилось 8 июля, вышло совместное постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР о строительстве Байкала, Амурской магистрали. Причем многие министерства, ведомств не были предупреждены, в городах идеология тоже не была пропагандно подготовлена, вот это свалилось, и зачем экономисты хватались за голову, зачем, нафига, и расходы, куда, чего возить. Ну, это не первый раз, вот забубенили эту братскую газ, которая не могла свою энергию никуда в принципе деть. И пришлось срочно вот этот алюминиевый комбинат, он сейчас в Красноярске строит, чтобы хоть куда-то электроэнергию давать. То есть не синхронно, чтобы электростанции потребить... Это что и сейчас, что и да, комплексности-то нету, то есть кто-то какое-то решение принимает. То ли назревало недовольство, в полхозах с 74-го года стали выдавать паспорта, ну так-то и выдавали, но более-менее свободно сейчас стало, вот с 74-го официально стали выдавать паспорта. Вот назревало, может быть, недовольство, это гибло не черноземье. Еще начался-то, ой, мрак с 74-го года, это вот вторая программа была по селению деревень неперспективных, и поэтому насильно убирали деревни, там отрубали электричество, убирали медпункты, убирали почту, там магазины, автобус переставал ходить. И вот в Ировской области масса у нас была... Я учился в институте учебное охотничье хозяйство, в нем было в 50-е годы 66 деревень, а концу 70-х осталось 8. Вот сейчас нету ни одной. Вот потому особенно в 70-е... Это было в 50-е порывы, но вот в 74-м последний удар нанесли. Вот сидела баба, ей все отрубили, она без света с иеросиновой лампой рову свою доила. Вот такая же трагедия, вот в фильме «Чернобыль», да, вот бабку помнит, кто-то смотрел, когда солдат рову застрелил, вот такая же была. Всю жизнь люди прожили, а их свозили. Причем деревни строили на красивых местах. Люди сами выбирали, вот такие были замечательные пейзажи. Я вот жил в деревне Ключи недавно. А свозили, иногда вот пальцем ткнули, это и дыры, вот все эти поселки. У нас это придуманное, там юбилейное. Иногда это болото, вот какое-то... Дома ниже уровня, вот улиц были, вода там, все это. Ну, свозили, люди запили с горя. Ну, видимо, понимали, что и народ надо излишне деть, невостребованный из Черноземья. И вообще, чем-то там занять молодежь, ибо все чаще посматривают в сторону Запада. Ах, эти длинные волосы, ах, это музыка. А вот пусть лучше бам строят. Но сейчас ты понимаешь, лучше бам строить, чем Сирию воевать, или чем на Донбассе там республики устанавливать. Где-то хоть что-то было созидательное. Люди ехали, люди строили, люди верили, люди пели песни, люди слушали по радио. Веселее, ребята, выпало нам строить. Путь железный, а короче, бам. Были ужасные песни. Там на ходу, видимо, слова там, что-то где-то в облахе хужит наш вертолет, а мы утюжим топи болот веселее, ребята. А были хорошие. Нет, ну эта песня тоже веселая была, довольно заводная такая, помню, простенькая, легко на гитаре подобрать было. Голосили. А были хорошие, это и мелодичные. А вспомни тот же бамовский вальс. Старый мотив железных дорог, вечная молодость, рельсовый строк, кажется, будто вся жизнь впереди, не ошиблись, выбирая пути. И вот, не ошибались, люди ехали, а потом приехали эти бамовские свадьбы. Мне особенно нравится одна пародия, когда Эбби-Рот, обложка, идут битлы через дорогу по асфальту, и этот Эбби-Рот по бамовские песниры, значит, идут по таким дощечкам по огромной грязи с гитарами и подмышкой тоже один за другим. Сделаем небольшой перерыв. Сделаем. Да, буквально на треть секунды. Продолжаем путешествие в 1974 год. Напомню, что в гостях в нашей студии Евгений Питонин, историк-краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Мы вот так немножко про бам поговорили. Как раз в этом году была объявлена эта ударная комсомольская строка. И хорошая была, были порывы, энтузиазм. Ну, что и местная промышленность там даже, может, и поднялась. Вот в Слободском есть целый район, называется БАМ, потому что была, видимо, Аторе, Аторе, обамовские доми в этом же, в Соснов, и вот завод деревообработки там на БАМ, на БАМ. Ну, в целом, конечно, люди ждали квартиры, а до 21 века прожили в бытовках на БАМе. Идалова оказалась, в общем-то, афера века, или афера, как правильно? Хоть так, хоть так, афера по-разному. Вот, все это писано, сказано про БАМ, но я отмечу, что в моду вошли струеотряды вот этих штормов защитного цвета с надписью БАМ. И мне родительница такую в институте в 1974 году достала, я просил, в сельхозинституте. И осенью мы ездили на Артошку, Морковку, Апусту в Красногорске. Вот, а была хорошая погода, сегодня это тепло. И там часть-то возили автобусами, а у нас группа оставалась на природе. Пленерчи, пикничок, ну и за портвейном местный магазин был, деревянный магазин, где-то там в Остино мы приходили, и продавщица смотрела, говорит, нет, ребята, я вам вино не продам, что-то вы молодые, слишком мне ажатся. И тут меня вперед в Итал, эволюционный отряд, да мы сельхозинститут, первый урс тут на практике. А, ну тогда без вопросов, без вопросов я вам продам. Ну, сейчас чуточку с Бама вернемся в Иров и поговорим о преступлении года. А то бы мог подумать. В 1974 году ограбили Серафимовс и Собор. Преступление совершил заезжий рецидивист Шарапов. Вот не все Шараповы были хорошими, а были из другой стороны. Да, с другой стороны были Шараповы. В феврале он был проездом в Ирове. Шарапов взял с собой на дело не Эва Вильовсова. Вот средь бела дня в наглую, войдя в церковь преступник, и положили вниз лицом сторожа и сторожиху, потом избили их ногами. Потом путь алтарю грабителям перерыл очагар, воры ударили его топором по голове. Ну, не насмерть. Со своего пути, вот официально описано, они устранили еще четырех богомольных старушек. Вот злодеи. Из собора Шарапов с сообщником вынесли два распятия Иону Сергия Родонежского. Вот злодеев поймали. Чуть попозже за это преступление осудили. Но по прошествии шести лет исправительных, Луни освободили досрочно. Ведь всегда и церевь ограбили, а не обком. Ну, да. По тем временам. По тем временам, да. Ну, мало кто помнит. Ну, я вообще эту историю не помню, если честно. Да, вот история эта и у нас. В связи с шестисотлетием 25 июня 1974 года, то есть через четыре дня, да, город был награжден орденом трудового расного знамени. Вот вам повод информационный. Сформулировка из-за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. Ну, понятно. И в связи с шестисотлетием, понятно, да. Формулировки такие были. Я уже говорил, орденом Ленина наградили, но это уже давняя история. В 1974 году на месте старых деревянных складов, пив, завода были построены новый цех разлива пива и административное здание. Вот. Что-то я слышал, что Вячес чуть ли не съезжать из Ирова. Интересно. Ходят такие слухи, ходят. Такой был когда-то бомжатник, там-то и непроходимые грязи, это и эти, еще оставались революционные эти сараи. Сейчас-то цивилизованно все, и все привыкли. Завод прекрасный, дома вокруг него уже кем-то аккуратно сожжены, поэтому там свои площадки огорожены. И напротив-то сейчас, где бараки были, говорят, будут строить высоты. Да, так все бараки пожгли уже. Хороший микрорайон, и все. Ну, вот. Последняя эпидемия холеры отмечена в области та же летом 1974 года. Была такая, да. И в этом же году первую продукцию дал все-таки цех производства майонеза Ировского маргаринового завода. В том году мы вспоминали про маргарин. Ну, мы по строительству говорили маргаринового завода, мы когда о стройках говорили. Про деревни-то я говорил, и вот, значит, из-за указа о принудительном селении имел их неперспективных в сел и деревень в области было в 74-м 11250 деревень, а в 95-м их осталось 5019. То есть больше, чем в два раза ушли. Ну, в мире всегда и традиционно нам надо общий фон, что в мире, в принципе, ничего особенного. Продолжало развиваться. Вот Таргейтс и скандал, напоминаю, что это о подслушивании конкурентов. Вот Ниссан ушел в отставку. Ну, президентом США стал Джеральд Форд, вот, который тут же издал у вас, не поверите о чем, о помиловании бывшего президента Ричарда Ниссана за любое преступление, совершенное им в период пребывания в власти. Что-то это мне напоминает. Кстати, в 74-м году оба президента побывали в СССР. С Брежневым встречались сначала один, потом буквально Форпит, в конце ноября Форпит. Была мир, дружба, любовь. Мне что интересно, я посмотрел просто 74-й год, тогда вот лидеры двух стран, несмотря на то, что шла ведь холодная война такая очень активная, да, тем не менее, они встречались чаще, мне кажется, гораздо, чем теперь. И, конечно, не называл, ума бы не хватило называть там пиндосами, тогда называли штатники. Штатники, да. Штатники делали там, или что-то еще считалось, это уровень, ну, вот такая вот динамика. Израиль и Египет заключили соглашение об отводе войск. Вот, ну и, конечно, тоже печальное было событие в атострофе турецкого авиалайнера. Близ Парижа погибло 347 человек. Вот, и такую забытую фамилию вам напомню. Генерал Антонио Деспинола совершает военный переворот в Португалии. Да, по-моему, в этой Португалии. Что туда, что сюда, перевороты там. Ну, вообще, с Португалию брать, то в 74-м году как бы в Португалии рухнула, скажем так, империя целая. Они же были, у них, по-моему, оставались чуть ли не одной из последних европейских стран колонии. Вот после всех переворотов, там, после лихвидации так называемого фашистского режима, я уж не знаю, кто у них там более фашистский был. Но, тем не менее, эта империя посыпалась. То есть, Мозамбик стал свободен, там, еще несколько, по-моему, Гвинея писал, я уж не помню. Да, да, да. Ну, и у нас события, все-таки, в 74-м году, после публикации романа «Архипелага ГУЛАГ», Александр Солженицын был выслан из СССР. Вот тоже эта история вся описана и переписана. Там думали сажать, не сажать, высылать, не высылать, все-таки выслали. Вот, в этом же году, в 74-м возрасте, 77 лет, умирает Георгий Жуков, маршал, успевший выпустить, ставший бестселлером Мемориума. Ну, бестселлером, первый выпуск 68-го года. А потом там уже начали, видимо, по политмотивам и прочее, там, туфту, типа, что, типа, там, этот генерал Брежнев приехал, то есть, генерал Жуков заехал по пути полковни у Брежнева посоветоваться. Да, 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 было такое дело, была такая редакция более поздняя. Насчет Запада, просто я сейчас вспомню, что в этом же году, еще во время гастролей, нашу страну покинул Михаил Барышников. Вот, тоже забытое событие, я даже удивился. В 74-м году покончила с собой министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Ты знаешь, что интересно, буквально позавчера мы, Роис, в архивах Союз журналистов нашли благодарственное письмо 67-го года, где именно личная подпись Фурцевой стоит. Она, значит, поблагодарила Кировский Союз журналистов за активную работу. Там с Энвейера Азал-Асс шел двухмиллионный автомобиль Москвич 412. Ну и о хорошем, что не все нам о Форде, о Солженицыне. Нет, но в Москвич это тоже очень хорошая новость. Хорошая машинка была. Ну и снова оглянемся на 74-й год. В 74-м никому еще неизвестная шведская группа Абба с песней Ватерлоу, если уж правильно, Ватерлоу занимает первое место на Орсе Евровидении и моментально становится одной из ведущих групп в мире. Вот уже такой постепенный поворот начался от традиционного рота в сторону. В начале Аббы, потом... Абба была, понимаешь, при том, что она была попсовая, не забывай, что это была очень красивая мелодичная группа и песни до сих пор, слава богу, живы. В этом им не откажешь. То есть это была попсовая группа, но гениальная на самом деле. Ну и летом 74-го года состоялось последнее публичное выступление на концерте Джона Леннона. Во время концерта Элтона Джона они на пару исполнили три песни. Ну незаметно, но Леннон... Это он, по-моему, жил в Лос-Анджелесе, уже без Йо и уже с... Они как раз на этом концерте с Йокой помирились, кстати, если уж об этом говорить. Но его концерта очень интересная история. Они же до этого записали пару совместных песен с Элтоном и заключили пари, что если эти песни займут первое место, то я типа выйду к тебе на концерт. Если не займут, то не выйду. Песни заняли все три, которые они записали, заняли первое место в хит-парадах поочередно, и поэтому он был вынужден прийти. И после этого концерта они с Йокой торжественно официально помирились. У него кончились... Не знаю, хорошо это или плохо, надо мириться было, но это ладно. Ну ему виднее, в конце концов, было. Но в 74-м стала заметна и популярна группа Вин, еще юный мир, такой лохматый, тощий, волосатый, популярнейшая песня Эльнер Винс. Да, как раз, да, у них альбом вышел. Вот, ну, мы уже в том, кстати, Мисс Вангербильд, конечно, на всех танцах звучит. И в России в том числе, да. Вот, а у нас, в России в этом году, ну, вот уже, конечно, идеология поперла. Вот, хит сезона, песня «Не повторяется», это... Хорошая песня у самоцветов, прекрасная песня. И сочинил в этом году «Утреннюю гимнастику». Он, скорее, даже не сочинил, а выпустил, по-моему, просто на пластинке она вышла с ансамблем «Мелодия», «Утренняя гимнастика», хитовая пластинка была совершенно. А Клара Румянова спела в мультфильме песню «Улыбка». Да, еще везде звучала такая великая песня в исполнении такого-то «Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться», это уже 74-й год. Тихо сам с собой, я веду беседу, была великая фраза из этой песни, которая вошла в пословицы. Ну, о модах мы уже сказали, эти клеши от бедра, сапоги чул и, ну, вспомним это, Брильс о фильме. Ну, это уже чуть позже было, да, вот как раз сапоги чулки. И у женщин очень стильно смотрел и широкий лаз, и рот, и пальто. А почему-то вот в 74-м зимой стали шапки ушам и носить, отрезав и опустив вниз зырек, а уши завязав сзади. Было такое, у меня даже фотографии есть. Какая-то мода, почему-то смотришь. Я не знаю, почему. Смотришь, другие так ходят, взял, тоже завязал. Вот стоила стабильно, вот Брежневская стабильность была, стоила 103,62, 4,12, а пиво 32, и хлеб черный 16, белый 20, бензин 30, ну, зарплата 160 и выше уже были нормально, выше совсем уже хорошо. Самая маленькая зарплата уборщицы в детсаду 70 рублей, меньше уже не было. Минимальная была, меньше не забыла. Пенсии были 45-50 рублей, студенческая стипендия в ПТУ 25-35, в институтах 40 или 50. Ну, там повышенные 40, 45, 50. Такси 10,5 километров, с зала до филей и пассажиров довозили за рубль. Вот чтоб я-то жил. Ну, в общем, вот хорошо, солнечно, радужно, счастливо, мелодично и замечательное время. Ну, на этом мы закончим вспоминать год 74-й, а через две недели двинемся дальше. Спасибо большое, Евгений Питунин, историк Крайонет. Приходите на реконструкцию 23-го на Большую войну на аэродром Порошино. И Николай Голик. Всего доброго, до свидания. Сделано в ветке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова